Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Продолжаю информацию по Большой советской энциклопедии и интересным словам, которые появились в наше время. Такие как плебисцит и кто такие плебеи. Эта тема уже обсуждалась в блогосфере. И я в том числе эту тему затрагивала в своем ролике по Джокеру, что Путин Джокер. Вот такой у меня был фильм, еще в марте я делала. Потому что когда президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что будет проводиться плебисцит, мне это лично резануло по ушам, о чем я и сказала в своем фильме. И в общем-то привлекла свое внимание и внимание тех, кто смотрел. Оказалось, что этот сигнал услышала не только я. Его услышали многие блогеры и стали исследовать, что же такое плебеи, что такое плебисцит. Потому что нам в общем-то и дела до этого не было, до этих понятий. А тут вдруг вот такое прозвучало. Оно же прозвучало не случайно, потому что плебисцит и народное голосование – это в принципе суть одной и той же. И сегодня, на вот 1 июля, мы подводили итоги. Именно народного голосования уже никто не называл это плебисцитом. Но тем не менее, изначально в марте было названо именно плебисцит. И это говорил и Федоров Нот, что это именно плебисцит. А в плебисците голосуют или отдают свои голоса или каким-то образом участвуют плебеи. Некоторые комментаторы обижаются на то, что я называю население, которое ходит голосовать на плебисцит плебеями. Они обижаются, говорят, что вот я их там как бы оскорбляю. Но вы напрасно обижаетесь, потому что если вы принимаете эту игру, соответственно, вы принимаете и название. Ну, вам же русским языком сказали, что это плебисцит проводится. А плебисцит проводится для плебеев. Здесь не надо обижаться. Обижаться можно только на свою лень умственную, наверное, на то, что вы не хотите разобраться в этом вопросе, на то, что вы не слышите тех, кто пытается разобраться в этом вопросе. Обижаться можно только на себя, потому что знания даются, никто их не скрывает, информацию никто не скрывает. Она есть, ее можно найти. Вот как я, например, нашла физический элемент, физическую большую советскую энциклопедию, не онлайн, потому что онлайн ее правят. Поэтому я хотела найти именно настоящую советскую энциклопедию. Я ее нашла 1975 года выпуска. Поэтому сегодня в этом ролике я расскажу, что здесь написано, кто такие плебеи, что такое плебисцит. Здесь интересные моменты есть, я думаю, для многих будут сегодняшних граждан, неграждан. Население, потому что я не называю уже это народ, потому что люди, которые не распознали своего статуса, они именно население, населяющее данные территории. К чему, собственно говоря, вас и подводит Игрев и все остальные, когда занимаются дебилизацией населения, когда обрезают образование, когда строят бесконечное количество церквей, где именно идет оболванивание населения. Потому что религия – это опиум для народа, как сказал великий Ленин. Опиум для народа – религия. А мы не будем этот опиум принимать, мы будем, так сказать, смотреть сами своими глазами, принимать ответственность на себя и изучать, что же нам подсовывают постоянно эти крючкотворы. Итак, читаем из большой советской энциклопедии. Плебеи, латинское «плебс» – простой народ, в Древнем Риме, одно из сословий свободного населения, до начала III века до н.э. Ну, эти даты мы убираем, потому что не было никакого Древнего Рима, ну, это так, это по альтернативной истории. Просто мы будем читать саму суть, без датировок, потому что здесь уже наврата. Плебеи стояли вне родовой общины, не имели прав на пользование общиной землей, могли владеть наделами земли лишь на правах частной собственности. Наряду с земледелием плебеи занимались ремеслом и торговлей. По мере разорения плебеев фонд земель, находившийся в их собственности, уменьшался. Тяжелое экономическое положение плебеев усугублялось отсутствием гражданских и политических прав. В результате упорной борьбы против патрициев на протяжении, опять-таки пропустим датировки, плебеи добились включения их в состав римского народа, уравнения в гражданских и политических правах с патрициями, отмена долгового рабства и другое. Богатая часть плебеев, получив доступ к занятию высших магистратур, вместе с патрицианской знатью составила нобилитет. По тому, что такое нобилитет, я сделала отдельный ролик. Термин плебеев стал обозначать полноправных граждан незнатного происхождения. То есть изначально у них были вне родовой общины. Вот плебеи, да? То есть если у нас был Советский Союз, у нас как бы была своя родовая община, советский народ, которую строили общность, советский народ, то после 1991 года, когда у нас захватили Советский Союз и объявили, что он распался, что его не существует, хотя это была ложь, документов таких нет, но объявили, захватили. Здесь в течение вот этого всего времени до плебесцита 1 июля находилась непонятно что Российская Федерация, которая не обладала переходными правами, у нее не было полномочий, но она, тем не менее, здесь рулила как хотела. И у нас появились, по всей видимости, плебеи, хотя по паспорту это физические лица. По паспорту Российской Федерации мы все записаны физическими лицами. Здесь тоже не надо обижаться. И физическое лицо, посмотрите, это не человеческий статус, это статус товара на корабле Российской Федерации, потому что они еще и по морскому праву тут действуют. У нас и римское, и морское право. Поэтому судей у нас в мантиях, это по морскому праву. Это так в общем. Дальше. Ну, посмотрели, хорошо. Что такое плебейство? Плебейство. Первое. Одно из сословий свободного населения в Древнем Риме плебеи. Второе. Низший, беднейший слой населения средневековых городов Западной Европы. Если мы уберем Западную Европу и продолжим в советской энциклопедии читать дальше, то мы увидим интересное сходство сегодняшней ситуации. В состав плебеев входили обедневшие, цеховые ремесленники, чернорабочие, паденщики, стоявшие вне цеховой организации, люмпен, пролетариат, бродяги, нищие, частично подмастерия. Особенно важный фактор общественной жизни плебеев превратилось в период разложения феодализма и зарождения капитализма. То есть вот сегодня у нас такой строй. У нас разложение феодализма и зарождения капитализма. Капиталистических отношений, когда сильно взросла его численность и когда все большую роль стали играть входивший состав плебейства элемента предпролетариата. То есть у нас уже и пролетариата-то нет, его уничтожили в 90-е годы. В силу неоднородности социального состава плебейства, его поведение в социальной борьбе было неустойчивым. Люмпен, пролетариат или менты иногда поддерживали реакционные течения. Однако чаще плебейство примыкало к левому крылу народных движений, полное или почти полное отсутствие собственности. Полное или почти полное отсутствие собственности. Ну что сегодня мы имеем? Тяжелые материальные условия ставили его в антагонистическое отношение ко всему общественному устрою того времени. Плебейство было главной движущей силой многих городских восстаний, направленных против патрициата. Засилие цеховых олигархий, налогового гнета. Вместе с беднейшим крестьянством плебейство было социальной базой течений, которые выдвигали требования введения уравнительного коммунизма. Левое течение среди чешских таборитов, анабаптисты. Плебейство и крестьянство были той силой, которая обеспечила победу буржуазии в ранних буржуазных революциях. Вот для чего нужно плебейство. Оно обеспечивает победу буржуазии в ранних буржуазных революциях. Вот прикиньте, куда нас откинули товарищи после 1991 года. Младые реформаторы и псевдокоммунисты так называемые. Далее, что такое плебисцит? От плебис, простой народ и сцитум, решение, постановление. То есть плебс это простой народ, плебеи простой народ. Не надо обижаться на слово плебеи, потому что элитка нас именно так и называет. И вас, и нас, всех она так именно называет. Кто голосует, вот плебисцити, тот плебей. Первое в древнем Риме постановление, принимаемое собраниями плебеев, возник. Опять-таки, даты пропустим. Не утверждался сенатом, и первоначально его соблюдение было обязательно только для плебеев. Превращение плебисцита в общеобязательное постановление для всего народа связывают с законами Валерия Горация. Публия, ну публичная власть, видимо, отсюда. И гортензия, опять-таки, пропустим даты. Понятие плебисцита постепенно вышло из употребления, заменившись словом лекс. Кстати, лексус, роскошь, здесь закон, и оно же роскошь, словом лекс, закон. Второе. Один из видов народного голосования, плебисцит. Как правило, плебисцит проводит государство, присоединившее к себе, внимание, чужую территорию среди ее населения, чтобы придать совершившемуся факту видимость санкции народа. Вопросы будут у плебеев, для чего это все проводилось. Плебисцит, еще раз, один из видов народного голосования. Как правило, плебисцит проводит государство, присоединившее к себе чужую территорию среди ее населения, чтобы придать совершившемуся факту видимость санкции народа. В международных отношениях применяется при отторжении, либо присоединении чужих территорий для определения воли изъявления народа, а его государственной принадлежности. Смотрите также оптация. Это тоже будет отдельный ролик по оптации и по нобилитету. Конституция СССР и Конституция Союзных Республик предусматривает в необходимых случаях всенародный опрос в форме референдума. То есть, по всей видимости, такой референдум проводился, когда Хрущев хотел отторгнуть Крым из Российской Федерации. И референдум был проголосован, и Крым стал автономным. Но в составе Украины, что тоже было нарушением Хрущевом законодательства Советского Союза. Однако тогда что-то никто не обратил на это внимания, потому что все это находилось в составе СССР, и как бы никому дела не было. Но я помню очень хорошо, что периодически этот вопрос поднимали честные люди. Но их, так сказать, забалтывали, и все это так удалялось. Теперь мы понимаем, с каким дальним прицелом это было в 1956 году произведено. Вот это отчуждение, оптация, отчуждение территории, другое юридическое право. Итак, маленький подыток. Плебеи – это у нас обедневшая часть за пределами общины с землей, у которых только права частной собственностью, которые могут быть уменьшены, это частная собственность. И плебисцит – это один из видов народного голосования, проводит государство, присоединившее к себе чужую территорию среди ее населения, чтобы придать совершившемуся факту видимость санкции народа. О какой территории идет речь? О территории Советского Союза. Некое государство, хотя оно даже не государство, оно торговая, управляющая компания, с торговым флагом Триколора, которым я тоже делала фильм, это все в открытом доступе, я ничего не придумываю, не сочиняю. Я просто беру информацию, которая есть в открытом доступе, и показываю ее. И обижаться на это бессмысленно, потому что враги, оккупанты, они ничего не скрывают. Кто же виноват, что люди сами не хотят ничего знать? Но кто-то хочет знать и узнает, а те, кто не хочет, ну, значит, не хочет. Обижаться можно только на себя. С вами была Галина Конышева. Делитесь этим видео, пускай люди, кто хочет, узнают эту информацию из первых рук, из Большой советской энциклопедии. Это вам не онлайн все-таки. Это настоящая физическая величина. Всех вам благ. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok